Здрасте. Девушка, будьте любезны нам. Сыр, пару багетов, коробочку конфет, презервативы и бутылку виски. Крепкие спиртные напитки после 10 не продаем. Указ губернатора. Я губернатор. Ой. Ой. И я, Петрович, какой вы, а? Как же вы, какими судьбами-то? Да мы вот с замом после работы решили заехать, купить бутылочку виски. Продайте нам, да мы поедем. Не могу. Не могу. Ну я оценил шутку. Солнышко, давай продай, потом вместе посмеемся. Давай, 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 давай. Ой, не могу, Илья Петрович. Юленька, Юленька. Вы приехали, уехали, а меня уволят за нарушение вашего же распоряжения. Не могу. Юль, ну ты что творишь-то, ты вообще понимаешь, нет? Илья Петрович, разрешите? Ты вообще... Ну да. Девушка, вы понимаете, тут такое дело, к нам официальная делегация из Украины приехала, договор подписывать. Я не первый день работаю. У меня тут и мужья из тюрьмы возвращались. Все равно не продавала. А вчера, знаете, у соседки муж с финской войны вернулся. И то потрезвяне встречались. Юленька, вы вообще понимаете, что отказываете губернатору, а? Ой, я один раз собственному мужу отказала. Так мне после той операции вообще ничего не страшно. Юль, подождите. Мне кажется, вы недопонимаете. Вы вообще, вы меня узнаете? Конечно, Илья Петрович. Илья Петрович Сапко, не позволю народу спиться. Нет, Илья Петрович, ну не могу. Ну вы же сами придумали этот закон. Вот только не придумал, а издал. И раз я сам его издал, значит я имею право его отменить. Давай, на полчаса отменяю. Ты продаешь виски, он вновь вступает в силу. Давай, 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 солнышко, давай. Ой, не могу. Возьмите пиво. Да не пьет она пиво. Это украинская делегация. Ну вот возьмите все, что вы хотели. Багеты, сыр, вот конфеты, презервативы. Какие вам? Большие, маленькие? XXL, смол, какие? XXL, конечно. Хотя давайте смол. Опа, тут что, очередь, что ли? А, это вы так стоите. Голубая, дай, пожалуйста, беленькую бутылочку мне надо. После десяти крепкие спиртные напитки не продаем. Закон. Чё это? Кто это такой закон придумал? Придумал. Губернатор. Вот собака. Вот падла ха-ха. Но придумывают законы не сей, не люди. Чё, горемыки? Тоже не продают, да? Пошли на троих в аптеку. Возьмём боярышника. Да не пьёт она боярышник. Мужик, иди, давай, давай, давай. Как это не пьёт боярышник? Что за человек такой, боярышник? Так, ребён. Боярышник, он же и вкусный, и полезный. Боярышник, я иду к тебе! Еленька, вы знаете, кто у меня крыша? Вы знаете, кто меня поставил сюда? Кто у вас глава района? А то вы не знаете. Что я каждую собаку знать должен. Сидоркин. Афанась Григорьевич? Да. Нет, этот принципиальный. Так, не хотел, конечно. Давай бланк с печатью. Это последний, Илья Петрович, вы что? Давай, давай, не каждый раз украинская делегация приезжает, когда жена на Кипре. Разрешить продажу крепких спиртных напитков с 22.30 до 22.35. Губернатор Сапко. Ну вот, другое дело. Давай, 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 скорее. Здорово, красавица! Дай мне две ванночки пива, водочки бы взять. Ай, да понимаю, нельзя после 22, законно. Да нет, вы знаете, можно. Продлили. Продлили? Ух ты. Девушка, а у вас есть асфальт? Какой асфальт? Ну, обыкновенный асфальт, а то ведь у нас все дороги в ямах. Мужчина, забирайте и уходите. Ну, конечно, пойду, конечно, пойду. У меня ведь нет таких джипов. Это служебный, а? Служебный! Вот, у кого-то джип служебный, а у кого-то лопата служебная. Уходите. Солнышко, продавай, продавай, давай. Не могу, 22, 35 уже. Ты что, обалдела, что ли, коза? Ну-ка, быстро. Я охрану позову. Слушайте, друзья, не надо никакой охраны, не надо. Давайте-ка, Юленька, несите нам книгу жалоб и предложений. Зачем это? Благодарность писать будем, Юлия. Проверка это была, проверочка. Ой, да вы что, Юлия. Не каждый раз такие добросовестные продавцы покупаются. Давай, 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 давай. Скорее, закнигай жалоб и предложений. Давай. О, нет, вы что, Юлия Петрович? Нет, я не могу, вы что? Ты что, забыл, я где в 2005 году тебя достал, а? У тебя один путь был, либо в тюрьму, либо ко мне в замы. На витрине муляжи. Ну что, поехали в другой ларек. Какой другой это последний был? Поехали в аптеку за боярышником. Что, погнали, погнали. А благодарность? Сама напиши себе. И выписать ей премию? Сто тысяч рублей. Губернатор Сапко. А все-таки хорошо, что хотя бы на сцене шоу «Уральских пельменей» исполняются наши российские законы.